МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еженедельная информационная программа «Береза. Наш объектив» в эфире телеканала «Беларусь-4 Брест». В студии Даниил Верковский. Здравствуйте. Как всегда, по воскресеньям в 17.30 мы говорим о главных событиях из жизни Березовского района. Сегодня в выпуске. Глава области посетил Белоозерск. Подробности визита Юрия Шулейко в Березовский район в материале наших корреспондентов. Вопросы вакцинации и безопасности на дорогах. В центре внимания очередного заседания Березовского райисполкома. Торжественный ритуал увольнения в запас солдат отдельного полка радиоэлектронной борьбы прошло на этой неделе. Теперь обо всем по порядку. В среду с рабочим визитом Белоозерск посетил глава Брестской области Юрий Шулейко. В центре внимания социально-экономическое развитие города, а также вопросы энергетической безопасности региона. Визит в город энергетиков глава области начал с посещения фабрики «Вердимар». Построенная в 90-х годах прошлого века специально для организации рабочих мест женского населения города, сегодня фабрика входит в холдинг «Марка» и специализируется на выпуске детской и взрослой обуви домашней, спортивной, повседневной, а теперь еще и специальной. Юрий Шулейко познакомился с производственной базой и условиями труда на предприятии. Общаясь с работниками, были затронуты вопросы заработной платы и занятости, развития города, вакцинации от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день предприятие «Вердимар» значительно широко работает над новым ассортиментом, как специальная продукция, специальная обувь. Мы очень широкий спектр со всеми степенями защиты, которые возможны. Это и МОН-200, это и антипрокольные стельки, термостойкие продукты. Достаточно активно мы сотрудничаем и с МЧС, и с другими предприятиями, делаем тот продукт, который им нужен. Предприятие энергетической отрасли глава региона Юрий Шулейко посетил вместе с министром энергетики Виктором Каранкевичем. «Березовская ГРЭС» – одна из крупнейших электростанций в Беларуси и самая мощная в Брестской области. Вырабатываемая электроэнергия используется внутри региона и поставляется в другие области страны. Юрий Шулейко и Виктор Каранкевич познакомились с работой «Березовской ГРЭС» в стратегии ее развития. Сегодня здесь реализуются инвестпроекты по установке электро- и паровых газомутных котлов, а также строительство пиково-резервного источника. Он должен быть введен в эксплуатацию в следующем году. Его мощность составит около 250 мегаватт. Это пять высокоманевренных машин. Общая мощность в целом по энергосистеме будет составлять 800 мегаватт. Важность этого объекта с учетом работы Беларусской атомной электростанции повышается. Есть состав оборудования, который будет находиться постоянно в работе так называемый и горячий резерв, и работа на область части производства электрической энергии. А также будет находиться и определенный состав оборудования в холодном резерве с целью обеспечения надежной работы энергосистемы. В том числе в составе и пиково-резервных источников с учетом различных режимов работы Беларусской атомной электростанции. Глава области и министр встретились с коллективом Березовской ГРЭС, обсудили перспективы развития энергетики и совершенствования инфраструктуры города. В Белозерске проживает 12 тысяч человек. Есть три школы, дом культуры, спортивная школа. Однако развитие инфраструктуры требует внимания. Сегодня на эту численность, на тот задор, который сегодня есть у жителей, мы задумываемся, как совместно с руководством сегодня Министерства энергетики, руководства станции, запроектировать социальный объект, который пригодится в различных целях для проводения различных спортивных мероприятий в городе непосредственно. Поэтому такая родилась идея. Наверное, мы будем с министром вместе шагать в этом направлении от проекта смертной документации до реализации проекта. В декабре Березовская ГРЭС отметит 60-летний юбилей. В завершение визита гости оставили автографы на праздничной открытке, которую разместят в фойе станции. Юрий Шулейко и Виктор Каранкевич также посетили филиал Белозерск Энергоремонт. В 2019 году часть Белозерского энергомеханического завода по причине экономической несостоятельности была присоединена к предприятию Белозерск Энергоремонт. Сегодня филиал работает эффективно. Здесь осуществляют ремонт и монтаж оборудования всей энергетической системы Беларуси. Изготовляют комплектующие и запасные части для котлоагрегатов, металлоизделия для распределительных электрических сетей. За два года условия работы изменились. Уже сегодня сформирован портфель заказов на следующий год. Вырос размер заработной платы, о чем с благодарностью говорили работники предприятия на встрече с главой области и министром энергетики. По лицам людей видно, что люди с удовольствием идут на работу. Люди начали получать, может быть она где-то есть и выше, я не знаю. На меня моя зарплата вполне устраивает. Мы не верили, что может быть работа. Сейчас столько работы, что я не знаю, условно говоря, деньги берут. Это дополнительные деньги. Это какая-то символ какой-то идти на работу. Я с удовольствием иду домой, я с удовольствием иду на работу. Но я знаю, что все будет хорошо. Белозерск по праву называют городом энергетиков. Правильные и своевременные управленческие решения вновь придали импульс городообразующим предприятиям. Обозначенные планы по развитию города направлены на улучшение качества жизни белозерцев. В пятницу под руководством главы района Сергея Барташа прошло очередное заседание районного исполнительного комитета. Обсудили безопасность на дорогах и темпы вакцинации от коронавируса. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Один из вопросов повестки заседания – обеспечение безопасности дорожного движения на территории района. Ситуация на дорогах всегда напряженная, учитывая постоянное увеличение транспорта. С начала года на территории района произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек получили телесные повреждения, пятеро погибли. Два ДТП произошло с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 4 ребенка. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий явилось нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также нарушение правил маневрирования. За исчезший период зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами пешеходов, в которых два пешеходных погибли. Анализ ДТП, в котором пострадали и погибли пешеходы, свидетельствует о том, что 70% случаев дорожно-транспортное происшествие произошло по причине пренебрежения пешеходами и правил дорожного движения, а именно отсутствие световозвращающих элементов находения на прежней части состояния управленного обвинения. Сотрудники ГАИ постоянно несут дежурство на дорогах, при этом пристальное внимание уделяется пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, которые влияют на безопасность водителей и пешеходов. Несмотря на ужесточение административной ответственности, такое явление, как пьяный водитель, еще не искоренилось. С начала года таких в горе водителей выявлено 72. Озабоченность вызывает участок дороги М1, где расположены два придорожных кафе. К сожалению, здесь ежегодно происходят аварии со смертельным исходом. На исполкоме были высказаны предложения по снижению аварийности на данном участке. Также нарекания со стороны ГАИ вызывают качество нанесения разметки, своевременный ремонт дорожного полотна и график освещения дорог после полуночи. В ходе заседания все проблемные вопросы обсудили, выработаны пути и сроки их решения. Цель наша не привлечь население, а цель наша создать все условия и объяснить, донести до населения, для того, чтобы они обеспечили безопасное передвижение по нашим улицам и дорогам, так, чтобы не надо было их привлекать. Поэтому здесь я хотел бы отметить, это касаясь руководителей предприятий и организаций, особенно сельских населенных пунктов, жилеты обеспечения своих работников 100%. Также на заседании исполкома, где принимали участие руководители предприятий и организаций района, был заслушан еще один немаловажный вопрос – эпидемиологическая ситуация по распространению COVID-19 и темы вакцинации населения. Одна волна инфекции сменяется другой. Специалисты по-прежнему ратуют за прививки. Многолетний опыт показал, что вакцинация – это, пожалуй, единственный действенный способ остановить пандемию. В Березовском районе привито порядка 36% населения. Первым компонентом привиты медицинские и фармацевтические работники на уровне 98%, работники учреждений социального обслуживания – 96%, работники учреждений образования – 80%, лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания – все 100% привиты, лица в возрасте 61 год и старше – 78%, беременные – 14% привиты. В лидерах по числу привитых работников теплоприбор – 96%, березовская ЖКХ – 90%, районные электросети – 85%. Самая низкая прививочная активность на КСИ, ПМК-3 и мотороремонтном заводе. В районе продолжают работать выездные прививочные пункты, мобильные прививочные группы. Кроме того, привиться можно в лечебных учреждениях, где сегодня имеются все вакцины. Каждый должен определить для себя, что только выработав коллективный иммунитет, мы сможем спасти жизнь себе, своим родным и близким. Ведь жизнь у каждого одна. Торжественный ритуал увольнения в запас состоялся в четверг в 16-м отдельном полку радиоэлектронной борьбы. Закончили срочную военную службу 17 человек. Подробнее в следующем материале выпуска. 16-й отдельный полк радиоэлектронной борьбы с самолетными средствами располагается в Березовском гарнизоне. Эта воинская часть ежедневно несет боевое дежурство по защите воздушных рубежей Беларуси. Ритуал увольнения в запас выслуживших установленные сроки службы проходит всегда торжественно на плацу в присутствии всего личного состава и гостей. Командир части поблагодарил солдаты и их родителей и выразил уверенность, что полученный опыт пригодится юношам и они найдут достойное место в жизни. Приятно отметить, что сегодня мы видим, что это за стены полка выйдут настоящие патриоты нашей Родины. И те молодые солдаты, которые совсем недавно приняли присягу, которые стояли в строю, они, видя этот ритуал, видя чествование военнослужащих увольняемых запас и чествование и слова благодарности в адрес родителей, это, конечно, стимулирует их к хорошей службе и профессиональному росту. Солдаты, отслужившие срочную службу, были награждены грамотами, а некоторые из них особым видом поощрения – фотографии с оружием на фоне развернутого боевого знамени. Увольнение в запас – важный этап после присяги в жизни каждого солдата. Сами того, не осознавая заворота КПП, они выйдут совсем другими людьми. Есть такая своеобразная грусть, потому что покидаешь свой родной коллектив, родную часть, все-таки за год службы здесь привык жить, привык к тем людям, которые тебя окружали, прежде всего к тем служивцам, с которыми ты был. Ну и да, по большей части это радость, потому что возвращаешься на гражданку, не надо теперь ходить ни в какие увольнения, а ждать его, зная, что вышел и все. Молодым хотелось бы сказать, безусловно, чтобы они выполняли приказания командиров и начальников. Они, по сути, тут являются отцами, которые помогают им освоиться в воинской службе, потому что первое время всегда тяжело очень освоиться. Я сам помню, когда пришел сюда, командиры нам помогали всячески. Ну и, конечно, обязательно, чтобы молодые поддерживали дружескую атмосферу в коллективе. Это, безусловно, важно. Если вот эти два компонента совместить, то, безусловно, будет служба быстро проходить и оставить приятные воспоминания. За год-полтора солдаты получили военно-учетные специальности, поучаствовали в учениях, приобрели определенные навыки и знания, необходимые для обеспечения военной безопасности страны. Мы волновались с самого начала, как бы-то, как и все родители, куда и как, и что будет. Но попал в эту часть, мы очень рады. Ничего плохого не могу сказать. Все хорошие впечатления и все хорошие слова в этой части. Спасибо огромное личному составу. Завершился ритуал торжественным маршем личного состава перед командованием и уволенными в запас солдатами. К этому часу у меня вся информация. Творческая группа программ желает вам всего самого доброго и напоминает. Главное событие из жизни Березовского района смотрите по воскресеньям в половине шестого на Беларусь, 4 Брест. Всего вам доброго и до встречи в эфирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова